Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Добрый вечер, насколько он добрый Конечно, сейчас тема, которую мы затронем Она, наверное, не очень добрая и приятная Но она у всех на слуху Приговор первой инстанции Был озвучен По трагедии Золи Туде И Мацбург с нас сегодня в студии Всем нам известный политик Добрый вечер Добрый вечер Вечер действительно добрый В отличие от всех остальных событий Да, ну мы знаем, кто не знает Я, наверное, напомню, что вы в этой трагедии В Золи Туде потеряли сына И многие пострадавшие И те, кто потерял родных И те, у кого родные пострадали сильно И до сих пор испытывают проблемы с здоровьем Все, конечно, ждали решения суда Кто с опасением, кто с надеждой Кто вообще уже просто хотел понять Чем это закончится Ну, по крайней мере, конечно, первая инстанция Впереди еще юридический окружный суд Вы до эфира мне подтвердили, что вы не были На заслушивание этого приговора Почему? Вы все-таки это чувствовали И как человек с юридическим образованием в том числе Вы вообще чувствовали, что ничего там Полгода назад у нас был пикет На пикете я сказал и журналистам, кто интересовался И своим коллегам Что я пришел просто поддержать этих девочек Которые у них болело Я все-таки немножко мужчина Поэтому мне, скажем, любая боль Ну, как говорится, что не убивает, то делает наскрепче И, честно говоря, я только из-за них И пришел, чтобы их поддержать Веры возможности какого-то нормального приговора Я изначально знал, что этого не будет Потому что у меня была беседа с довольно многими юристами Которые были вовлечены в этом процессе в начальной стадии Что, напомню, у нас уважаемая господа Страуима Тогда переняла правительство После ухода Домбовского Да, ну, по поводу ухода это так сказать Это отдельная история, да Его еще наградили орденом Ну, так правильно Меня бы наградили орден Я бы каждый день уходил бы с какого-нибудь поста Боже мой, это же такая прелесть Значки собирать И суть-то вопроса была в том Что, когда я разговаривал с разными прокурорами На разных, кстати, уровнях И у всех где-то кристаллизовалось такое мнение Что, знаете ли, вот тут появляется уровень Выше которого мы не прыгнем Не сможем при любом нашем желании И обоснование было очень логичное и правильное А закон не предусматривает ответственности на этом уровне Просто Фактически ведь что произошло Да, скажу как есть Меня немножко поразило Содержание приговора Потому что я на спор сказал Что всех девяти отпустят Чуть ли не в зале суда И мне все равно было неприятно Когда один из только что безвинных Мимо потерпевших Идя по телефону, разговаривая Говорил Ну давай вечером банкет Поскольку, ну наконец Тра-та-та-та-та-та-та-та На свободе Меня поразило, что одного Все-таки зацепили Суд нашел у одного Все-таки вину И должен сказать Что очень точно определил вину Если ты конструктор Если ты инженер Ты не имеешь права Ошибаться В конструкциях Которые могут принести смерть Просто Притом я не знаю Эта ошибка Повлекла Или не повлекла Это событие Но он не имел права Ошибаться На этом уровне Но когда мне сказали Что истинные виновники Этого дела Фактически не подсудны Потом это подтвердил Для меня парламентская комиссия По расследованию этого дела Где тоже было видно Что во-первых В бешеном темпе По требованию Иностранных инвесторов Который создал Совет Иностранных инвесторов Который наложил Ну скажем Как контрибуцию На господина премьера Заставила делать реформу Неподготовленную В результате Старые стандарты Не годились Идеологические Или как-то по-другому Новые стандарты Не введены То есть у нас уже были Мишанина в стандартах Когда Сами законы Сделаны так Что те кто принимают решения Не несут ответственность За последствия То в данном случае Мое убеждение И тогда было И сейчас осталось Сидеть должен был Премьер На скамье подсудимых Бога ради Можно было его не сажать В тюрьму Смысла от этого Нету Но это ему Не дало бы возможность Дальше такую же Лажу делать Сидеть должен был Как минимум Один По сути Три Министра Экономики Один из них Который ликвидировал Государственные Контроль Общающие статистики А что мешает Почему у нас Крыша проваливается Нет Тела Нету дела Да Раньше Этим вопросом Занималась Генеральная прокуратура Сейчас Этой функции У нее нету Просто сняли Законом Почему Не знаю Может для того Чтобы ответственных Не было Потому что Действительно Нету ответственных Ну вот и нету Ответственных А все остальное Это ну как сказать Базар Вокзал Хватает чемодан А то поезд Уедет Ну вы меня извините Это Это Ну вот это Бесит Сейчас же у нас Вторая такая же Катастрофа Назревает Но она правда Будет без гибели Людей Будет гибель Их кошельков Вот это Тойк Или как там На русском языке Это Да Кос Коэффициент Обязательно закупки Ну коза то коза Козел то козел Да Но тут Суть то вопроса Что это именно То же самое Что было с Максимой Вот сейчас Комиссия проработала Да 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 Необоснованно Людям платить Не надо столько Кто извините Будет платить Только эти люди Будут платить В одном случае Они платят Этот ойк Кос этот Да Во втором случае Они будут неустойку платить По тем договорам Через налоги А те Кто их Законы Вот эти Намешал Будут платить Нет Виновных То ведь нету В Максиме тоже Виновные Не премьер Не министры Министр образования Министры Я бы сказал бы Которые в течение 25 лет Довели до того Что технический вуз Ставит хорошие оценки За хорошее поведение За умение танцевать За этику Исо За что-то И прочее А рассчитать Нагрузки не может А то что ошибся Ну это по одному месту Он будет меньше иметь Этот кредит пункты Но вовшем В целом Он инженер с дипломом Извините Мне от него надо Чтобы он не путал Почему две консоли Никогда не будет одной балкой Чтобы он это понимал А он не понимает А он не понимает Это взять и разрезать балку пополам А чего Длина-то не изменилась На болтах Это инженер-строитель Это инженер-строитель Я штурман Вопрос совершенно не связанный С такими вещами Но все-таки понимаешь Да Ну тоже Техническая механика Сопромат Это нас учили Тут оказывается Для инженеров По строительству Объем сопромата Был приблизительно 15% того Что мне давали Как штурман Так извините Если он инженер Я-то кто тогда Доктор технических наук Получается Которым я никогда В жизни не занимался Но это идиотиссимо Мы создали То есть кто виноват А мы избиратели Как избиратели Мы создали систему Где нету Никакой ответственности Дело Миссона Сейчас показывает Пока толпа не возникла Я не знаю Может она виновата Может быть ее Я ее совершенно не знаю Я не вникаю Она гражданка У нас государство Вернее управляющий слой Говорит Не-не-не ребята Мы ничего не будем делать Там без нас разберутся Толпа потребовала Ох теперь вмешались А до этого Почти год Никто не чесался А до этого Да бога ради Чего Ну это же какая-то там Извините Прошмандовка куда-то Уехала зачем-то Чего ее защищать Прокуратура Все сказали Не-не-не Мы ее даже забирать не будем Аблик а ты не помнишь Когда-то у нас тут проехали С по двум полицейским Две дамы были Их проехали И уехали Недавно Пару лет назад Какой-то британский Солдат Ну так красиво По морде Проехал Местному гражданину Государство Что-нибудь сделало А ни хрена не сделало Все на уровне Собачьего хрена Можно Значит мы Окупированная территория Окупированной территории Не надо законы Как сверху скажут Вот из метрополии Прикажут Так оно и будет В данном случае Какая разница Это это Коза Козел Это это Максима Или просто Поведение Представителей Метрополии Объясни мне Для чего тогда Мне нужен Премьер Какого хрена Мне тут нужен Президент Я например Могу сказать Вот почему Литовцы живут Лучунас Кто-нибудь помнит Сколько раз Снечкус Менял место работы С Вильнюса На Москву Ни разу Ни разу Сколько раз Бразауски Менял место С Вильнюса На Москву Ни разу Ни разу Почему Они были местные А у нас Приехал сюда Иммигрант Калн Берзинч Первое что старался Посидел тут Как бы обратно в Москву Приехал сюда Иммигрант Пелше Иммигрант ВОЗ Иммигрант Пуго А кто сейчас Управляет Латвии Иммигранты Только не с левой стороны А с правой стороны Но это никогда Не будет Руководителями Латвии Как государства Это будут Наместники Внешнего центра Если кому-то Это непонятно Я например Честно говоря Очень доволен Этим судей Он просто Показал Какая у нас Правовая защита В Латвии Потому что Прокуроры Не могли Посадить На скамье Подсудимых Истинных Виновников И это не их вина Кстати Я не буду говорить Что это их вина Нет Законы Такие У нас То есть Аппарата Сейчас Рядом у нас Сосед Меняет Конституцию Я скажу Сразу Первое Что мне Даже на слуху Понравилось Следующим Президентом Не сможет В России Быть человек Который Или имел Гражданство Кроме Российского И который Не жил В России Вот это Как раз Это и есть Если иммигрант Возвращается Он никогда Тут не будет Местным Он будет Наместником Того Кто его Суда Это С времен Римской империи И поэтому Когда мы Теперь говорим О максиме Просто Это надо Смотреть Как общую Систему Управления Нашим Государством Это Не несчастные Случаи Это просто Обшая Ошибка Которая Вот показала Себя Именно В общей Системе Управления Не хочется Может быть Уходить Нюансы Потому что Здесь Вы уже Правильно С самого начала Определили Что те Кто должны Были сидеть На скамье Подсудимых Они сидят На других Но тем не менее Если возвращаться Все-таки К тому Что мы имеем Вот это Девять подозреваемых Обвиняемых Из них только Один Я понимаю Что вы не полук Не судья Но на ваш взгляд Там сидели Это были Те лица Которые Тоже все-таки Несут свою Доль вины В этом процессе Доля вина Была у очень многих И у этих тоже Но если вспомнить Аркадия Райкина Была его интермедиа По поводу костюма Вот костюм Не сидит Дорого стоил Хороший материал Испорчен Костюм не сидит Спрашивает мастера Вот Я отвечаю за пуговицы У вас претензии К пуговицам есть? Нет Прошиты Насмерть Я не отвечаю То есть Рукав в порядке Штанина в порядке Костюм не сидит Тут то же самое У каждого из них При желании Можно найти Его ошибку Извините Не ошибаются В общем Тот кто Ни хрена не делает Это кстати У нас очень много Таких Безошибочных есть Но тут Суть то вопроса В том Что это Их ошибка Не привыла К этой Авантюре К этой Катастрофе Ошибка Премьера Который дал Поручение Министру Экономики Продвигать Ускоренным Темпом Реформу Которая Не готова Вот Это была Чисто политическая Ошибка Ну Скажем так Во время Сталина Его просто Без суда и следствия Расстреляли бы За Он Ну он честно признался Да Он на парламентской комиссии Сам сказал Это было его распоряжение Обоснованное требованием Совета инвесторов Мы можем Конечно Подосорвать Что инвесторы Как-то помогали На выборах Не только Советам А как-то И поддерживали Но это Совершенно не имеет Причин Связь То есть Это не пришьешь К делу Хорошо А вот Я понимаю Что мы сейчас Пленку отматываем назад Когда был кризис И когда вот сокращали И надзор И контроль И смягчали Почему-то Наказание За преступления В сфере строительства Вот Те Кто это делал Принимал Эти люди Вообще Осознавали Что Может случиться беда Или они думали Что механизм работает А мы тут сэкономим Мы тут сэкономим Когда у нас В парламентской комиссии Разговаривал я С некоторыми членами Юридической комиссии Да Мною Ну Очень уважаем Я уважаю этого человека Она много хорошего сделала Она открытым текстом сказала Мы сцереям У злабого пракси То есть На хорошую практику На хорошую практику рассчитывали Я говорю А какая хорошая практика При капитализме Дешевле Быстрее И дешевле Если еще и нет стандартов Я говорю Вот хорошая практика Была при Ремской империи Инженер построил мост Что он делает Когда сдает мост Он стоит под мостом И там его не будут спрашивать Хорошая у него практика До того была Или плохая У нас что получается Хорошая практика Воликулем там разберем В результате Мы получили Коктейль Из нормативных актов Получили коктейль Вместо контроля За выполнением Потому что Контролировать то нечего Нету нормально Это сейчас даже суд признал Что Извините Нормативные акты В каше были При таком раскладе Кто что может контролировать Если бы все было бы Посистемно Сделано так как надо То конечно можно было найти И виновных И в министерстве И в отрасли В руководстве отрасли И в вышском самоуправлении А так сейчас Все как пуговицы Пришиты крепко По своей части Они все сделали Прицепиться не к чему А в общем Получилась большая Бойня И поэтому Это именно Системная ошибка Устройства Нашего государства Но это не для суда Да Именно сбылось У нас в студии Приломся буквально Пару минут На рекламу Не переключайтесь Еще раз добрый вечер Именно сбылось У нас в студии Так чтобы Может быть потом Перейдем мы к другой теме Актуальной На этой неделе И не только на этой неделе Конечно ситуация В Реческой Думе Но тем не менее Чтобы Вот если Хотя слово Подытожить Наверное не совсем уместно Мы знаем Что сейчас дальше Будет происходить Уже прокуратура Сказала Что нам будет Подавать апелляцию Понятно что Скорее всего Подсуетится адвокат Единственного Виновного Если верить суду Господина Сергеца Наверняка Да Может быть Такой циничный вопрос Но тем не менее Да Что вы ожидаете Дальше Окружной суд Может прыгнуть Выше головы Если так можно сказать Во-первых Найти еще виновных Хотя дело не в количестве И может быть Наконец Хотя бы В этот блок Усказать Что действительно Были политические Решения Которые тоже Способствовали Вот этой трагедии Ведь это можно было Хотя бы сказать В определении Хотя попытаться Выйти за эти рамки Не называя фамилий Пусть так Упрощая вопрос Я бы сказал Живем ли мы В идеальном Правовом государстве Ну идеально Отвечаем Далеко от идеального Да Оно конечно Я согласен Может быть Найдется Более принципиальный Судья И на втором уровне Потому что На первом уровне Уже Два Катурби Папиодст И ламум Да Дополнительные решения Или благо Это решение Это уже Продлевает Ну скажем По другим частям Не по этим Подсудимым Уже Предразумевает Судебное расследование И работу прокуратуры Да Возможно Господин президент И премьер Сегодняшний Что я конечно Не верю Но очень надеюсь Расширят полномочия Генерального прокурора И там тоже Есть свои пути Искать Ответственные лица Уже на политическом уровне Потому что Даже Комиссия По расследованию Показала Что на политическом уровне Есть ответственные Есть Я бы хотел бы Правда Как раз И узнать Как эта ответственность Выражается Кроме как Ай-яй-яй Не делайте так Понимаете Одна из Сейчас попытаюсь Вспомнить Одна из членов Парламентской комиссии По расследованию Тогда Кажется Рыбина сказала Что там Где Страдает математика Страдают Технические вопросы Там Где страдает Этика Там Страдает Государство В целом Как таковое Народ Страдает В данном случае Если Этим Не займется Президент То честно говоря Латвии президент Вообще не нужен И пустое место На его уровне Этот вопрос Можно поднять Если мы хотим Что больше Вот таких Катастроф не было То есть Вы на окружной суд Особо тоже не полагаете Понимаете Любой суд Работает Только на Вот Рамки его Полномочий Вот доказательства Принесли Он Их взвешивает Да Он взвешивает Он не будет Сам делать Расследование Бегать Как оперативник Искать виновных И так далее И так далее Вот принесли доказательства Я сказал бы Что вот этот судья Он уже Это фактически Сделал Он пальцем Показал Что ребята Хотя бы там Поискали бы Виновного Больше чем тут Я очень рассчитываю Что если такие Судьи будут То может действительно Мы наконец Потихоньку Станем правовым Государством Сейчас у нас Государство Без права Грубо говоря И я Хоть не Неприятен Этот приговор Но я честно говоря Совершенно Не считаю Правом критиковать Этого судью Но мне И прокуратуры Как и розыск Розыскной механизм Нету Ну скажем так Нету Аргументов Критиковать Они делали В тех пределах Которым Им Полномочия Вот Родственники погибших Или родственники пострадавших Это люди Которым Им больно Вот Я согласен Я об этом и говорю Просто они Не знают Оборотную Сторону Вот этой Медали Потому что Если нет Полномочия Я понимаю Их злость Я сам злой Грубо говоря Как человек Я их понимаю Я чувствую себя Точно так же Как они Просто Увы По прежней работе И по прежней практике Я чуть-чуть больше Их знаю Ну ведь Это Если так Не хочется Сгущать краски Сейчас мы не юридическим языком Говорим А человеческим Но ведь это ужасно Когда люди видят Что случилась трагедия Фактически Как сказал Тогдашний президент Убийство Массовое убийство Мирное время Мирных жителей И Говорят Что Ну вы знаете Основная причина Это понятно Ну я так Утрирую Но основная причина Мы все знаем В чем причина Да Неправильно рассчитали Вот эти балки Значит Они надломились А все остальное Это как бы так Ну вот если правильно рассчитали Ничего бы этого не было Говорят людям И говорят Вот он неправильно рассчитал Ну там 6 лет Там уже отнимем То что он там был Деньги он вам конечно не вернет Да И в принципе все Да Ходите на кладбище Ставьте цветы Ну это же ужасно Когда люди чувствуют Что они совершенно беззащитны В этом государстве Абек Наша генеральная прокуратура Утратила Спасибо законодателю Одну функцию Ведь как было раньше Если идут технические аварии Их расследуют Прокуратура Прокурор участвует в расследовании Там целая комиссия С первого момента С первого момента Почему Вообще тяжкие преступления В советское время Всегда расследовала прокуратуру Даже если нету преступления Но если вот такая авария Сгибель людей Всегда прокуратура Прокурор присутствует Почему Одна, вторая, третья Схожая авария Прокуратура ищет В чем причина Глобально Глобально ищет Его, грубо говоря Не волнует уже это А почему Где может еще такое выскочить Если руки-ноги поломаны Раньше это сразу уходило Автоматически в Дарбо инспекцию Я знаю, что перед Максимой Схожие, но мелкие по размерам Были схожие аварии Парочку аварий Даже знаю Где были переломаны руки-ноги Но Как только у нас Извините Частный Владелец Капитализм Человек Притом я знаю Что по-честному Отработал Своё слово Выполнил То есть Пострадавшего Вылечил Руки-ноги Срослись За время болезни Человек считался На работе То есть Он выполнил Все свои обязательства Естественно Такое дело Не попадает В статистику Дарбо инспекции Да Поскольку Нет необходимости Привлекать прокуратуру И делать расследование Это тоже не попадает В статистику В результате Мы понятия Не имеем Сколько схожих Случаев было Потому что Не было гибели людей Вот была бы гибель Людей Это бы попало То есть Где-то Вот этот контроль Надо восстановить Потому что На частные объекты Если нормальные люди Всегда можно найти Ну да Кроме смерти Все остальное Можно все исправить И люди этим пользуются Такова у нас практика Для государства Это хорошо По-моему нет Но увы Это же то же самое Теперь Ну переходим обратно В экономику В таком случае У нас Страна Которая имеет Наибольшие В наших краях Наибольшие возможности Добычи электроэнергии Дешевая У нас Самое дорогое Электричество Для потребления Как-то неудивительно Извините Довольче в Германии Значит Где-то Что-то неправильно Опять-таки В системе Потому что Это же и есть Ну я немножко Сейчас Стараюсь Помочь Федерации пенсионеров Да Присутствую На рабочих группах Слушай Вопрос-то Ведь в чем Мы Поднимаем Среднюю Зарплату Стараемся Поднять Среднюю Пенсию У нас Пенсионеров Которые На уровне Обнищания Становится Все больше И больше С каждым годом А вроде Пенсии Начинают Вроде как Расти А бедных Пенсионеров Все больше И больше Почему Да потому что Деньги Ничем не обеспечены Что мы производим Что производят люди С хорошими зарплатами Нормативные акты Которые не читают Даже они сами То есть Все вот эти Чиновники И прочее Прочее Да Они работают Поверьте мне Это тоже тяжелый труд Не такой уж и легкий Но это труд Который не приносит Покрытие вот этих денег Деньги есть А под деньгами Нету сагумана Покрытия Да Они ничем не покрыты Нету никакого Достоинства их Фактически Такие истории Примеры в истории были Так это уже Катастрофа Сейчас мы Для того чтобы Наказать одного человека Выпросили себе Санкции Сейчас посмотрите Мы сначала Говорили красивенько Там Ну полторы тысячи людей Останется без работы И так далее В отраслях Уже Вот скажем Профсоюз моряков Уже рассчитывает На десяток Только по морякам Которые тут В этих санкциях Вроде бы даже И не затронут То есть вот так Это все ударило Да Это Это бьет Уже по всей Отрасли Транзит и логистики Посмотрите Венспол стоит Пустой порт Ну хрен с ними С этим Ламбергом Ну наказали Не наказали Докажите Что он виноват Но когда вот эти Санкции ударили Уже не по нему А вокруг него Это приблизительно Как в Сирии Когда ковровым методом Или в Дрезден Например Ковровым методом Пробобардировали Но зато мы Показали Что мы власть Тут то же самое Ковровым методом Стерли земли Что стерли земли Остановили порт В Рижском порту падения То же самое Лепайский порт Тоже Железная дорога Падения 52% Так извините Кого мы наказали Как-то офицерская Вдора Сама себя Выпорола И кричит Что здорово Больно Ну ребята Давайте Если мы такие Мазохисты Так чего удивляться Что мы Не ходим В любимчиках И все Опять таки В какой-то степени Упирается в том Что у нас Управляют Временщики Временщики Эмигранты Что с запада Что с востока Это тот вопрос Который я сейчас задаю И тем кто власти Вот транзит И логистика Мы видим В каком состоянии Нерезидентский Банковский бизнес Закончился Программа ВНЖ Закончилась А вообще Хочется спросить А как государство Еврофронты Сейчас тоже закончились Закончился Спрашивается А как государство Будет жить На чем мы будем зарабатывать Смотря кто Понимаете Вот я когда Вспоминая историю Был один король По-моему Людовик 14 Который открытым текстом Сказал Государство Это я Да А после меня Хоть потоп Да Ну так вот У нас точно Так же сейчас Живут Государство Это я Потому что Сижу Ты же не сказал Когда я пришел Садись Ты сказал Присядьте пока Присядьте пока Ну наверное Наслушался где-то Классика А извиняюсь Людовик Он сидел Он был государством Он принимал Решение Ему было хорошо Чем кончилась Великая французская Революция Правда уже При его внуке При его внуке Да Мы то же самое Хотим Я не знаю Я бы этого Не хотел бы Но государство Оно живет Когда народ Живет А мы Ну скажем так По принципу Кагановича Нет Человека Нет проблем Давайте Примем Звонок Я думаю Так вот В завершении Эфира Добрый вечер Добрый вечер Господин Бурас Вы конечно Умнейший человек Не мне вас учите Но слишком много Правды Это ни о чем Это как на демонстрации Заводы Рабочим Землю крестьянам Это просто что Все Каждая ваша фраза Правда Но лучше в точку Бить хотя бы в чем-то Теперь Политехнические Вы вспоминали университет Откуда выходят специалисты Вспомним прошлый год Когда засетал Конституционный суд По поводу сокрытия информации О зарплатах Значит Высшего руководства РПИ Ну РПИ это По Я помню Помню что это такое Да То есть вот надо ли вам Объяснять связь Понимаете Самая главная задача Значит Университета Это по поводу специалистов Пляшут Танцуют Чтоб не знали Их зарплат И самое главное Вот вы сказали Уровень Когда вы поняли его Когда-то И когда вчера Он подтвердился То есть Что выше него То есть полезно Ну да Неважно Ну да Согласен Определить хотя бы Вот этот уровень Чтобы мы поняли Вот мы Значит простые Обыватели Просто люди Поняли Что вот здесь Мы еще что-то можем Вякать А вот здесь уже Начался уровень Ну При аристократии Уровень Недосягаемых Был Начиная С любого помещика Барон Граф Виконт И прочее У нас таких титулов нету Меня например Когда учили Меня учили Имеешь право Принимать решение Но обязан Отвечать за последствия Кстати отвечала Извините Я тоже довольно часто Ошибался Когда первый раз Делаешь Не ошибиться Честно говоря Что-то трудно Сейчас у нас Делаю что хочу А платить Вот в данном случае Как скажем Что за максимум Что за вот эту козу С электричеством Да Принимает решение Одни Деньги суют В карманы Одни А отвечает Все вместе Все В результате Тут и получается На каком уровне Какой уровень Выше у нас Генеральной прокуратуры Тот который Не подчинен Закону В данном случае Я назвал Премьер Министры В какой-то степени Ответственность была И за юридической Комиссией Сейма Того времени И раньше Уровень То определен Только на этом уровне У нас нету Ответственности Как таковой А у нас есть Политическая ответственность Так вот Если политическая ответственность Была совмещена С личной ответственностью Хотя бы карманом Хотя бы карьерой Хотя бы Возможностью Побывать в гостях У прокурора Тогда это Я не говорю о том Что их там надо Расстреливать Сажать Или прочее Прочее Но ответственность Должна быть За принятие Решения У нас нету Ответственности За принятие Решения Которые влияют На жизнь Других людей В таком случае Остается Последний уровень Ответственности Избиратель Что ты выбрал То ты имеешь Каждый народ Имеет то правительство Которое Имеет этот народ Увы Жестко Но цинично А цинизм Он всегда прав Да Это тоже Такой интересный Вопрос Мы уже Определили Что действительно Кто должен был Вообще Быть привлечен К ответственности Вот те кто Принимали все Эти решения Тем не менее Ну скажем так Для примера Когда мне говорят Что вот Ушаков Должен был тоже быть Ушаков Может быть Тоже должен был быть Но только вместе Тогда с Домбровским Если Домбровский Безответственен То извините В данном случае Самоуправлении Подчинено было Именно с законом Который создавал Кабинет министров И Саим Да Ну и вообще Даже вот Если говорить Я не хочу Сейчас ни на кого Показывать пальцы Даже если посмотреть На тех Которые были На скамье подсудимых Там только Выяснилось Что один виноват Мне кажется Что тоже Какая-то была Недоработка Со стороны дознания Прокуратуры Если они не смогли Представить доказательства И все сфокусировалось К тому Кто вот Там болты Так сказать Привинтил И кто вот эти вот Копнес Вот эти вот балки Неправильно рассчитал Знаешь У меня вот такое чувство Что вот Сергот Как вам сказать Если помнишь Была такая Стабильная фирма Называлась Рогай Копита Да Очень стабильная Очень стабильная фирма То есть Исполнительный директор Для сидения То есть Грубо говоря Возможно Не Сергот Даже ошибся Это уже Мое допущение Возможно Он обязан был Подписать то Что ему подложили И там была Своя система создана Он за это получил Он за это Я говорю Это возможно Я не говорю Что это так Да Но один из вариантов Именно то Что он взял Ответственность на себя Из расчета Жить то буду сейчас А ответственности Может быть не будет Ну в данном случае Жил он Ну скажем так Неплохо зарабатывал Не зная за что Но ответственность На сей раз наступила За Грубо говоря Арифметическую ошибку Вот вам пожалуйста А все остальные Я немножко знаю Тех прокуроров Можно к ним относиться По разному Кто разыскивали Но они не дураки Они профессионалы Если они нашли То что нашли Значит больше ничего Найти не могли Значит не там Искали виновников Искали там Где им было можно И там они Вот кого можно было Что было то нашли А дальше суд Ну я еще раз говорю Я не занимался расследованием Этого дела Я не могу сказать Прав или не прав Этот закон Определил Что этот судья Сам принимает решение И если он посмел Принять такое решение Он просто показал Несостоятельность Правовой структуры Нашего государства Вот за это Я его уже уважаю Он кстати на это намекал И в прямом эфире Он же в какой-то степени Пошел против Самой же системы На которой работает Извините Такого человека Можно только уважать Хотя я тоже злой На него Вот и обманул Мои надежды Я так надеялся Отомстить за сына Не получилось Да Ну что ж Я даже не знаю Что сказать Посмотрим Как пойдет ли дальше Вот тех рамок Которые можно Говоря вашими словами Рижский окружной суд Еще видимо Возможно Дело дойдет И до Верховного Суда Если будет Кассация подана Да Но в общем Понимаешь Очень независимые Работники Во всех отраслях И в судебной отрасли Тоже Да Всегда рискуют Своей карьерой И тут уже начинается Человеческий фактор А стоит ли Да Ну я не могу сказать В денежном выражении Не стоит Из уважения К себе Стоит Стоит Ну что ж На этой ноте Мы наверное и закончим Моим отзбору У нас был в студии И большое спасибо Тебе спасибо Вы слушаете Радио Болтком